Небольшой бэкшот перед следующим видео. Значит, видимо, я очень сильно обосрался, сделав всё по-хорошему. Посему давайте-ка мы сломаем фараону лицо. Накидка нефренка, вот и сведения. Сведения чёрного фараона. Как мне сказали, эта Накидочка очень пригодится нам в бою с боссом, и без неё нельзя. А поскольку мы её не получили, то и идти дальше нет никакого, блин, смысла. А теперь продолжаем наш видос. Итак, всем привет, в эфире Грэг, и мы продолжаем добивать воровку. Просто всеми силами, возможными и невозможными. Фух, и у нас город во льдах. Надеюсь... Блин, чё-то какой-то отвратительный уровень. До ужаса закольцованный. С врагами в секретах. Серьёзно? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Ух ты. Ой. Прости. Это... Что за покемоны? Ё-моё, ещё и головы летают. Хухух. Ладно. Блин, прости, пингвин. А кто здесь враг-то? Нет, врага не вижу-то. Чё вы мне пишите, что здесь враг был? Они мне явственно писали. Здесь враг. Ну, не пингвины же, в конце концов. Ой, сволочи вы этакие. Ладно. Вооружившись бутылкой и накидкой. Да, наверняка там. Я вставил 50 секунд. Ну, или сколько там секунд. Геймплея, где мне пришлось отредактировать сейв. Немножко вернуться. Блин, чё за твари? Слушайте, мне прям слегка не по себе, блин. С чем-то харкают ядом, блин. Офигенно. Я не знаю, кто это, но выглядят они потрясным. Небольшой волшебный фонарь, проектор для картинок. Я люблю такое. Одно из хороших вещей в приюте было то, что они показывали эти шоу в каждое Рождество. Посмотрим. О, звёздное небо ночью. Изображение пирамиды. Красивая гейша с веером, прикрывающая низ лица. Дикий кабан. Висячего куска кожи, крупным планом глаза. Мне кажется, что я смотрю на изображения, спроецированные прямо в голову, а не на сам фонарь. Мы всегда делаем это, мы фокусируемся на проецируемых изображениях, но они отвлекают в некотором смысле от более глубокой истины, что есть совсем другие вещи за ними. Как сказал разработчик, тексты писал англичанин, поэтому существуют небольшие накладки с переводом. Блин, на самом деле жуткие твари. Они мне напомнили некроморфов из Dead Space, честно говоря. Слава богу, при взрыве голова... Блин. При взрыве голова никаким образом тебя не отравляет. Это было бы вообще омерзительно. Я, конечно, уже совсем обнаглел. Я даже не скрываюсь, я просто нарезаю всех в открытую. Ну, что поделать, раз уж шмоти и позволяет. Но борзеть не надо, а я борзею. Человеческий мозг подготовлен для вскрытия. В мозгу, похоже, есть какое-то черное липкое вещество, проросшее сквозь него. Я помню, что кто-то в приюте предлагал обеспечить мне лечение, чтобы избавить меня от моих тенденций. После того, когда я утащила в первый раз. Лечение, конечно, включало ледяную воду. Затем они задавались вопросом, почему я сбегала. Ну да, действительно. Так, еще интересности. Конечно, бы не хотелось зачищать тут все подряд, потому что уровень, я смотрю, опять огромный. И население на уровнях тоже немаленькое. И хотя, в принципе, чистится оно все довольно просто, но... Тем не менее. Тем не менее. Так, куда вообще уходят? Господи, ну и планировка у вас, ребята. Это уровень такой огромный? Или вы что-то перемудрили тут, по-моему? Я склоняюсь к перемудрили. Хм, блин, да, осматривать эту карту будет не самым приятным действом. Ладно, сюда я еще вернусь. Тут понизу остался всего один интересность. Вот смотрите, опять в секрете кто-то агрессивный. А там наверняка только сраные пингвины. Все-таки тайна пингвинов для меня остается, пока мест не раскрытый. Так, есть еще желающие. Девчонка настолько мощная, что прямо разрубает лед. Кстати, это главный факт. Если они вас не видят, г**ть не начинает, твою мать. Черт, это опасно. Блин, ну, не-не, чуть не умер, господи. Блин, опять этот сраный бочоныш. О, ладно, замечательно. У нас тут есть моя любимая коробка фич. С которой мы, конечно же, заберем анг. Блин, планировка уровня дебильная. Рандомайзер сработал из рук вон. Дерьмово, честно говоря. Ну, шоколадус у меня вроде как есть. С ним у меня не должно возникнуть проблем на последнем уровне. Так. Самый, конечно, большой вопрос. Хватит ли шоколада? Нет, ну я, конечно же, верю, что мне должно его хватить. Я единственное, чего боюсь, то, блин, в очередной раз... Ой, снеговичок. Кто-то сделал снеговика? Погодите-ка, у него сейчас наверняка вырастут кровавые щупальцы. Или что-то в этом роде. Вот, в любую секунду. Ну, это, наверное, типа шутка. Хотя я бы не удивился. Так, ладно, давайте заходим в дверь. Я, блин, не знаю, куда она выводит, потому что в какую-то жопу, честно говоря. Загнал весь левел-дизайн на этом уровне. Так, полный инвентарь у нее, блин. Уже не полный. Блин, печально, что постоянно теряются вот эти вот ниточки, куда переходит следующая комната. Это слегка раздражает и напрягает. Ладно, давайте пойдем сначала... Эй, ладно, давайте вправо, влево, влево. Останки тюленя. Они выглядят так, как будто они были изрезаны и подготовлены человеческими инструментами. Но останки явно не готовились в качестве пищи. Короче, какой-то 2D Dead Space, ребят, начинается у нас. Оу, нифига себе. Прям миллион взрывающихся кинжалов. Прикольно. Оп-оп-оп-оп-оп. Изи-пизи. Дергающееся тело на столе. Безжизненное тело, но кто-то прикрепил батарею к некоторым ее частям, проводами и иглами. Тело дергается, открывается глаз, челюсти, пальцы хватают, ноги дрожат. Иногда лицо улыбается. Они не успокоятся, пока не заставят нас работать на них даже после того, как мы отбросим коньки. Ну, наверное, тут некоторая аллюзия на то, что ее якобы пытались там, наверное, заставить работать. Ей это дико понравилось. Видимо, заставлять ее работать. Ладно, кто бы не собирался заставлять ее работать, он явно об этом пожертвовал. Вот я сейчас опять мог рубануть по этому сраному бочонку. Углы этой комнаты кажутся какими-то странными. Ну, да, я это видел. Ох! Я это видел. Не помню у кого, но стопудово видел. Возможно, у детектива как раз. Так, что дальше по нашему маршруту? Интересности, интересности, интересности. Меня интересуют только интересности. Все остальное может идти на все 4, 3, 2, сколько угодно неинтересных букв. Неинтересных и довольно оскорбительных, я бы сказал. Значит, добираемся обратно. И тут целая кладезь якобы интересностей. Ладно, погнали. Блин, как приятно бегать с предметами на увеличение скорости передвижения. Вы себе просто не представляете. Ну, или представляете, если играли и поднимали эти предметы. Какая-то страшная машина. Я такой раньше не видел, кстати. Интересно, что это. Что-то ведь она производит, наверное, да? Я не знаю. Ну, тут опять враждебные пингвины. Еще раз повторюсь, всячески не советую вам активировать какие-либо алтари на персонажах ближнего боя. Блин, чем бы то ни было, я тебя лучше нарежу. Ну, сейчас я, кажется, узнаю, что это такое. Ну, ладно, давай. Воспроизведи что-нибудь. Мощно. Мощно. Так, что, кто остался? Опять где-нибудь голова летает, наверное, да? Откуда ты взялся? Так, внизу интересности нету. Пара человеческих ног. Божечки мои! Это так шокирует, что я почти забыл захватить кольцо с пальца. С пальца ноги? Ты серьезно? Ну, ладно. Кстати, вы заметили, насколько сократилось время, собственно говоря, геймплея? Только потому, что я перестал собирать всякий мусор. А, они там застревают, что ли? Я не пойму. Не очень круто, ребят. Вот опять. Его тут, кажется, не было. Или был. Или не было. Я уже никогда не понимаю, как я. Одно я знаю точно. Можно без каких-либо проблем нарезать куски льда ножами. Кинжалами. Нет, видимо, голова без каких-либо дополнительных инсинуаций может сама пробудиться. И не важно. Абсолютно не важно. Это можешь быть ты сам. Это может быть рандом. Ты можешь быть в инвизе. Может быть не в инвизе. Ой. А тут что-то есть? Маски Дарума я уже видел. Да, все, я думаю, видели уже. Они встречаются очень часто. У многих персонажей они были. Но, может быть, есть особое. Да, есть особое. И ничего в этом особого нет. Но это не смешно. Хм. Даже слегка досадно. Ну ладно. Спасибо кинжалу и лунной призме, что у меня есть такой крутой ножик с самого начала игры. Тортик? О, я помню этот тортик. Лучше я его изучу. По-моему, он ядовитый. Если я не ошибаюсь, конечно. Кажется, я захавал кусочек одним из игроков. Одним из персонажей. И благополучно отправился к Тулку. На личную аудиенцию. Хм. Так, еще интересности есть? Да, да, вот и не одна. Ну, в любом случае, давайте сейчас заглянем к боссу. В первую очередь. Нельзя, собственно, не навестить товарища. Ребят, на вас Death Space точно. Или там разорилась фирма? Я, кстати, не помню. По-моему, фирма разорилась. И... Висстрел Геймпс, по-моему, назову, да, разработчик? Я, конечно, могу ошибаться. Я давным-давно играл в Death Space 1. Игрушка, черти там, какого года? Ооо, ни хрена себе здесь. Кстати, очень неприятно, что вы там постоянно застреваете. Вы так можете застрять, и я вас могу не найти. Итак, босс. Я даже не знаю. Я в последнее время даже уже большой конструкт. Ооо, ни хрена себе. Ты, конечно, красивый. Блин, что-то рвануло. Блин, страшный чел. Реально страшный. Я реально слегка перевдел. Но спасибо предметам Элиота. Элиот, наше все. Теперь мы можем попасть к Нейрону Ходапу, или как его там. Так. Но перед этим мы как бы должны обязательно заглянуть вот в те интересности. Тут наверняка половинчатый уровень открывается. Ооо, самолет. Блин, взрыв... Писянош. Я уже даже не буду пытаться узнать, что это за бочка. Я буду кидать в нее ножом. И если она взрывается, значит, я сделал все правильно. Если не взрывается, то лучше перебдеть, чем недобдеть. Так, и что это такое? Пчелиный ключ. Стоп! Так, ладно, что с самолетом? Это не похоже на самолет, который я бы связала с арктической экспедицией. Это выглядит как коммерческий самолет. Тот, кто прилетел сюда, не собирался возвращаться. Ну что, опять соты? Опять улей? Да? Черт, как же больно. Большой микроскоп. Я знаю, что выгляжу невеждой, но это микроскоп. Невеждой. Не невежедой. Что еще более важно, это микроскоп, из которого какой-то бесстыдный мошенник вытащил линзы. Ага, этот... Ты откуда здесь взялась? Этот бесстыдный мошенник, небось, ты, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Тем не менее. А где половинчатый уровень? Так, слушайте, это не очень круто. А где же в итоге найти половинчатый уровень? Он же тут должен быть, он... По закону жанра. Ой, видимо, придется мне снова обыскивать все, 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 что можно обыскать. Блин, это то, чего я очень хотел избежать, но, видимо, придется. Ладно. Переносимся ко входу. А вот тут что-то интересненькое. Блин, тут еще уровни оказывается, еще аж три комнаты в самом-самом-самом углу. Ох, рандомайзер, ну ты рандомайзер, мать твою. Нарандомил мне на голову. А нет, это какой-то вшивый мячик. Твою мать. Фу, ребят, моему бомболелу нет предела. Я начинал два раза, первый раз игра просто вылетела, второй раз я застрял на месте, ничего не мог делать, кроме как подбирать предметы. Это пиздец. Фу. Ну, вот это что-то новое. Ледяная дыра, наверное, это то место, где тюлени всплывают за воздухом? Это за порогом замерзания воды, так далеко на севере, как только я смогла забраться. Но более того, я сделала многое, чтобы попасть сюда, многие вещи, не только воровство. Может быть, я не имела выбора, но теперь я знаю, я чувствую, что такое чистый холод. Ты готов, Анжела? Тук. Я люблю тебя, брат. Ты ведь знаешь это, правда? Разбить бутылку? Прощай, брат. Теперь ты свободен. Фух. Это было слегка грустно. Я даже слегка поумерил свое бомбление. Ладно, давайте сразу дальше. Кстати, еще одна интересность. Протезы разных конечностей. Изготовлены с замечательным вниманием деталей. Они кажутся такими живыми, я могла бы взять их только ради того, чтобы отдать их какому-нибудь уличному калеке. Но их внутренности не соответствует ни одному суставу в человеческом теле, о котором я могу подумать. На самом деле, я бы сказал, что штуки внутри протеза выглядят скорее как странные механизмы. Зачем кому-то тратить время и силы на что-то, что не важно. Я искренне надеюсь, что вот в этих смежных комнатах я таки найду ту сраную дверь, которой нужен сраный пчелиный ключ. Потому что у меня уже бомбит, горит, и я не знаю, что еще. Кого я не дорезал здесь? То-то же. Слава богу! Ктулухи, Нерлхотепу, Шабнигурату и Азатоту. Всем слава богу! Итак, берем сраный пчелиный ключ, вставляем в дверь, снова забираем пчелиный ключ. Ладно, сходим еще на одну интересность. Мало ли что там. Не знаю, я уже третий раз прохожу этот уровень. Третий раз уже бешусь со льдов. Я уже ненавижу лед. Я ненавижу все. Я хочу на следующий уровень, я хочу грохнуть Шабнигурат. Нет, тут не Шабнигурат. Шабнигурат мы уже, ну, помните, такая сочная. Вспомнили? Блин, педвинчика убил. Прости, браток. Фу, горево нескончаемое. Арктическая база Веста. Песто! Звуки замешиваемого теста. Хо! Блин, я уже херово рыпую на фоне этого. Хо, блин. Так, ладно. Хм, я вижу аж две комнаты с боссами. Да, действительно, две комнаты с боссами. Блин, еще один уровень просто не в рот долбических размеров. Ладно. У меня есть проход к Нерлхотепу. Как тут покороче? Во, нашел. Движемся по наиболее короткой траектории к нашим... Блин, тут... Ёбросо ты. Я даже тут... Чуть-чуть не туда ножом пырнул, и все, взорвалось к ядреной матери. Ах! Ненавижу уровни лаборатории. Это виздец. Все так и норовит рвануть. Я уже рванул себя так один раз. Махнул, лезли им не в ту сторону, и все, привет. Добрый вечер. Так, головешка летает, блин. Слетай нахрен. Так, сраные некроморфы. Чтоб вам всем пусто, блин, было. На салат, на оливье-шко. Ненависть. Так, безголовый майор. Че? Ты само очарование, парень. Тебе... Только... С Майклом Джексоном снипаться. Так, ну и че? Безголовый майор. А че-то интересное есть? Нету? Или просто безголовый майор? Может, это отсылочка какая-то? Может, я... Ну, просто не сведусь в чем-то, мало ли. Герберт Уэст. Я ничего не хочу знать, почему он в моржовой шкуре, мать его. Я просто не хочу ничего знать. Просто забейте. Клэпхэм. А, это его голова. Майор сэр Эрик Морланд Клэпхэм. Майор сэр Эрик Мэриланд Клэпхэм Ли. Вы англичанин? Да. Вы летчик? Отличный сервис доставки. Поднялся на самолете в Марс Тонс Мейлс, Барнс Далбл. Мы с парнями летели сюда для обретения тишины и покоя. Я узнаю фуражку. Она соответствует форме того существа, с которым я сражался там. Тот был вашим телом. Ты пытался меня убить. Я защищал своих людей. Я бы подумал, что ты должен был замерзнуть. Вест накачал нас большим количеством антифриза, чтобы мы не замерзали. Кроме того, я тоже схирург. Но я не имею таланта Веста или его страсти. Но я оказался очень способным в применении его методов. Почему здесь? Мы полетели сюда. Вы можете ощущать других, подобных вам, когда ты сам стал таким. Я не знаю, почему здесь есть и другой такой же, как мы. Адам. Не один из наших или тех, кого сделал Вест. Но он не хочет общаться. И что мне делать с тобой? Мне на ум приходит история Орфея, сына Диониса. Есть много версий этой истории. В одной из них он был обезглавлен, и его голова плыла к берегам Лесбоса, где он стал Оракулом. Тогда он был разорван на куски Зевсом, чтобы рассказывать ложь о богах. Столкнувшись с этими вещами, по-настоящему смысл нашей реальности, я полагаю. В общем, это меняет все. Вас. Навсегда. Ха. Как вы увидите. Я уверен, ты хотел бы выкнуть меня в океан. Да, я собираюсь разорвать тебя на куски. Такой твари нельзя оставаться живым. Я бы сказал, это опасно для всего рода людского. Блин, сраный морж. Охренеть. Охренеть, ребята. У меня нет слов. Ладно, валим отсюда. Фух. И похоже нас ожидает финал. Финал всей истории. Вещи по-прежнему пропадают. Так. Значит, нам нужен запас аптечек. Ключи абсолютно бесполезны. Я думаю, запаса антидотов и бинтов нам хватит. Ну, как минимум, запаса бинтов из 15 штук нам точно хватит. Учитывая то, что у нас с собой аж три аптечки. Так. Запас шоколада. Это то, что нам обязательно пригодится. Хм, ну я никуда не потратил пчелиный ключ. Ну, ладно, хрен с ним. Положим его сюда. Пусть валяется. Мало ли, авось пригодится когда-нибудь за чем-нибудь. Так. Насколько я понимаю, мне нужна эта накидка. Значит, лишний анг пусть будет. Лишним точно не будет. Так. Ну что же, полный набор шоколада. А у меня глазика не завалялась тут. Глазика зато, к сожалению, у меня не завалялась. Это слегка досадно. Ну ладно, будем идти по приборам. Я думаю, одного анха нам хватит с головой. Так. Ну и все, в принципе, верно. Хм. Ну и шоколад. Давайте загрузимся шоколадом. Что пусть на полную. Вставляем. Так. Дозагрузиться аптечками. Это важно. Это чертовски важно. Представление Нерл-Хотепа. Хм. Голос в голове. О, я как раз ждал тебя в гости. В этот раз ты хорошо подготовился. Хотя ты выглянешь по-другому, я вижу тебя насквозь. Перед тем, как снова кануть в небутие, Подумай, зачем ты здесь опять. Я же помогу тебе осознать. Кстати, я не получаю... А, не, получаю. Поспешил я с положительным выводом. Дамы и господа, из чужих земель я привык в эту замечательную страну для того, чтобы показать вам мои чудеса. Я принес вам весть, которую я получил не на этой планете. За границами человеческой цивилизации ваша наука только нащупала дверной проем и ручку двери, в которую человечество должно, наконец, войти. Узрите, перед вашими глазами и для вашего развлечения я преобразую звуковые волны в электричество. Электричество – вещество, вещество в газ, газ в жидкость, жидкость в свет и свет обратно в звук. Я покажу вам, что то, что ранее было известно как пространство и время, является одним и тем же, и не подлежит сомнению, что совпадение и судьба лежат в одной перспективе. Я Ньярл Хатеп. И я покажу тебе истину, не требующую доказательств. Эй, ну верни этих лохов, я их сейчас уделаю, чё ты? Заточка и вбок, и всё будет ок. Я не боюсь тебя и твоих трюков. О, тебе следовало. Так, я не могу выйти. К чему? Я не могу выйти, ни по коим образом. И я сомневаюсь, что здесь при чём-то функции. Что происходит? Так. Так, ещё здесь есть? Это важно. Это всё-таки важно. Здесь есть какие-то странные постаменты, которые можно разрушить. Дхорл. Не знаю, кто это. Эй, покажись. Эй, ну я ж тебя слышу, покажись. Воу. Красавец. Свободен. Так. Замечтательно. Блин, слушайте, круто. Круто и опасно. Вот это был червячило. Так. Какую дверь я открыл? Ага. Ага. Найперх. Я типа пинаюсь, блин, падаль. А ну-ка, хватит всякое говно у вас решать. Вот этот босс мне нравится. Насыщенно. Насыщенно и интересно. Воу-воу-во. Аккуратней, блин. А ты меня тянешь? Эм, почему? Какого черта, блин? Черт, что вообще происходит? Ни хрена не понимаю. Эти уроды еще и стреляют по мне. Охренеть, блин. Чуть не загнулся. Может, больших аптечек накидаешь? Надо было закидать вас всех ножами своими. Ладно. Так, ну и, видимо, последняя, да? Последняя дверь. Последний акт твоего представления, ублюдок. Готовься к надиранию своей жопы. Сияющий трапецоидор. Этот камень, как две многогранные пирамиды, соединенные в основание. Сияющий и сверкающий в свете. Что-то говорит мне, что это основа этого места. Он ощущается могущественным. Так, юзаем накидочку. Жмем ОК. Выходим из инвиза. Даже не знаю. Вертаемся обратно? Вроде нет. Так, ладно. Мы вбросили накидку. Я подозреваю, наверное, нужно найти здесь тоже какой-то постамент. А, вот он. Нарубили. За нефиг делать. Постамент, надеюсь, один здесь. Так, а ну-ка пропусти меня. Пропусти больную бабу с ножами. Так, ну вроде один постамент. ОК. А, что? Детектив? Ха. Ну теперь, похоже, у нас есть небольшая аномалия. Ха, славный трюк. Это не трюк. Ты меняешь формы. Мы знаем это. Может, это не так. Может, это какая-то форма межсвязной, межмерной с петлей. Ведь такой была тема одной из ваших работ на первом году обучения. Вы уже с ней не выйдете в университете, не так ли? Хм, да, но достаточно. Иди сюда. Не верю я тебе. Ты не доктор. Такая решимость перед лицом неотвратимости. Может быть, было бы более интересно позволить тебе думать, что это победа. Воу, отъехал. Среди пронизывающих ветров космоса мелкие огоньки звезд мигают с возрастающей силой. Рев приобретает нарастающий характер, как будто потерянная собака воет на своего хозяина или злой король, требующий дурачества своего шута. Гниющий труп разрыва вселенной открылся сверху. Настоль краткое мгновение, что невольные зрители приняли его за плод своего воображения, когда тонкий звук труп пронзил перепонки в их ушах и окруженный кольцом титанов в абсурдном танце существо. Известная, как Мерлхотеп, вернулась к своим обязанностям. Это был классный босс. Он мне понравился намного больше, чем Гнолл, намного больше, чем Ктулху, чем кто-либо еще. Вот это было круто. Всем спасибо за просмотр. Пишите, ставьте пальцы в любом направлении и до новых встреч. Я думаю, я еще профессором замочу Ктулху. Ну, чтоб уж совсем землю освободить. Спасибо. 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 Спасибо.